Итак, давайте откроем Божье Слово, Евангелие от Матфея. Сегодня мы будем изучать стихи с 16 по 18. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 16 по 18 стих. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Господи, мы нуждаемся сейчас в том, чтобы Ты помог нам понять суть того, что Ты здесь говоришь. Мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты вскрываешь религиозность людей, Ты вскрываешь их лицемерие, Ты вскрываешь нашу склонность, человеческую склонность, греховного сердца. это склонность в том, чтобы превращать поклонение Тебе просто во внешние какие-то ритуалы и действия перед людьми, в страхе перед людьми, пытаться впечатлить людей. Но я прошу, чтобы Ты учил нас ходить перед Тобою, Господи. Благослови сейчас это время, чтобы это было на пользу к нам. И слава Тебе. Аминь. Присаживайтесь, дорогие друзья. Прошло примерно около месяца с тех пор, как мы в последний раз смотрели на Евангелие от Матфея. У нас были разные промежуточные собрания. И, возможно, кто-то уже забыл, о чем мы говорим. Была проповедь о посте и молитве первая часть, и это вторая часть. И поскольку много прошло время, я хочу, чтобы мы не забыли, какая связь между этими проповедями. И хочу напомнить, что Нагорная проповедь – это проповедь, в которой Христос вскрывает фальшь религии книжников и фарисеев того времени. Книжники и фарисеи – это были люди, которые считались авторитетными в народе. Это были лидеры иудейского народа. И поэтому, если у них были какие-то заблуждения, все их неправильное понимание Бога, Писания, отражалось на понимании Бога и Писания народа. И вот в начале этой шестой главы, давайте вспомним, я надеюсь, вы все сегодня принесли ваши Библии. Посмотрите ваши Библии. Вам Библия сегодня будет нужна, потому что не все будут тексты на экране. В начале этой шестой главы Христос говорит о правильном подходе к тому, как мы делаем добрые дела. Помните, он говорит, что книжники и фарисеи делают добрые дела для того, чтобы их люди увидели. Они трубят перед собою, прежде чем совершить какие-то дела милосердия. Далее он говорит о сути настоящей молитвы, которая отражает Божий замысел для молитвы. Он говорит, что книжники и фарисеи молятся на самом деле не Богу, они просто совершают ритуал для того, чтобы люди увидели их молящимися. И этим они зарабатывают свои поинты, свои очки религиозности. И вот в нашем тексте мы подошли с вами еще к третьей сфере религиозной жизни того времени. Это не только добрые дела, это не только молитва, но это пост. Это явление поста. Это явление также очень сильно искажалось книжниками и фарисеями того времени. И Библия так много говорит о посте, что я решил на две части эту проповедь разбить, потому что я хочу, чтобы это будет хорошая возможность для нас понять такое суммарное, получить представление библейского учения о посте. Я знаю, что много людей спрашивало, что такое пост. Сегодня есть очень много недопониманий поста. На ютубе, как и на любые темы, вы можете найти разные всякие переживания людей, которые проповедуют какую-то мистику через пост и так далее. У каждого свое мнение. Но в прошлой проповеди мы уже сделали детальный обзор, если вы помните, что Библия говорит о посте. Мы не дошли до нашего текста, но мы сначала для того, чтобы понять, что Христос здесь корректирует, нам нужно сначала понять, а какой правильный подход к посту. Вот почему мы начали с систематического понимания общего представления. И я напомню несколько наблюдений, которые мы сделали в прошлый раз. Во-первых, мы говорили, что пост – это не сугубо христианское явление. В язычестве, в ложных религиях также люди совершают пост. Это очень важно помнить, друзья, потому что когда вы видите практику, которая есть в христианстве и также есть в язычестве какой-то аналог христианской практики, нам сразу нужно осознавать, что будет искушение всегда адаптировать мирские какие-то формы этой практики. Мы уже смотрели с вами на молитву. Почему он говорит, что не будьте как язычники? Потому что язычники тоже молятся. И он говорит, не берите у них, не адаптируйте их практики. Язычники тоже совершают поклонение Богу. В 1 Коринфянам 12 главе апостол Павел об этом говорит. Он говорит, что когда вы служили идолам, вы поклонялись определенным образом, но теперь вы служите Богу Живому, и ваше поклонение должно это отражать, что у вас поменялся Бог. Все, что мы делаем в христианстве, оно должно быть переосмыслено, оно должно быть проанализировано, оно должно быть проверено. Языщики поклоняются придуманным богам, ложным богам. Их формы родились у них в мышлении. Там нет настоящей духовной жизни. И если мы видим сходство между нами, язычниками, а мы поклоняемся настоящему Богу, тогда мы должны задуматься, а делаем ли мы это так, как Бог это задумал делать. Итак, вопрос поста и молитвы. В Библии пост всегда был добровольным делом. Помните, в прошлой проповеди мы говорили, что пост косвенно повелевается в Ветхом Завете, только в одном месте, в День очищения в израильском народе, но в Новом Завете точно нет нигде повеления совершать пост. Но с другой стороны, здесь пост подразумевается. Мы говорили с вами о том, что Христос не говорит, если вы будете поститься, Он говорит, когда вы будете поститься. То есть Он подразумевает, что пост должен обязательно присутствовать в жизни каждого христианина. Он должен быть регулярной практикой. Если мы понимаем все благословения поста, это приведет нас к тому, что мы будем практиковать это явление. Помните, однажды у Иисуса Христа спросили, почему твои ученики не постятся? Он говорит, сейчас нет нужды в посте. Он говорит, будут ли поститься друзья, жениха, тогда, когда с ними жених, нет. А вот когда жених уйдет, потом у них будут скорби, потом у них будут переживания. И вот тогда Он говорит, они будут поститься. То есть пост в Новом Завибете не повелевается, он подразумевается. Буквальное греческое слово, которое переводится как пост, означает не кушать, отсутствие еды, голод, воздержание от пищи. При этом, я напомню, что мы говорили, пост это далеко не голодовка просто. Пост включает в себя отказ от пищи, но это намного больше, чем отказ от пищи. Пост это особая концентрация на Бога. Особое время концентрации человека на Бога, в которое человек смиряет свою душу пред Богом. Он напоминает в посте своей душе, как сильно он нуждается в Боге. Вот почему пост всегда сопровождается молитвой. Есть молитва без поста, но пост без молитвы не бывает. Почему? Потому что ты не можешь думать о Боге, ты не можешь концентрироваться на Боге, без того, чтобы не разговаривать с Ним. Отказ от пищи – это своего рода декларация, что мне сейчас, вот я завишу, моя жизнь зависит не от хлеба, который я кушаю, а от Христа. Душе моей нужен больше Христос, чем хлеб. Не плоть мною руководит, а я плотью. Я имею контроль над своими желаниями и способность практиковать самодисциплину. Друзья, если вы читаете внимательно Новый Завет, это один из самых главных ингредиентов для того, чтобы построить отношения с Богом. Человек, который не умеет отказываться от себя, который не умеет дисциплинировать свое тело, держать его, управлять им, ему будет очень сложно поддерживать отношения с Богом. Я сейчас просто перечисляю, о чем мы говорили в прошлый раз. Я еще одно подчеркну. То, что мы говорили во время поста, важно не просто отказываться от пищи. В то время, когда Новый Завет был написан, там, наверное, только пищей люди увлекались. Сегодня есть намного больше вещей, которые увлекают наше внимание. Очень разумно тогда, когда вы пытаетесь сконцентрироваться на Боге, отказаться также взять пост и от интернета, и от вашего телефона, от Ютуба, от всего того, что заполняет ваш разум ненужной информацией. Далее мы говорили, что в Писании пост был связан с какой-то прямой нуждой, обычной человека. Нуждой человека. Помните, я напомню, Христос говорит, они сейчас не постятся, потому что нет сейчас нужды в посте. То есть есть моменты, когда просто нет какой-то особой нужды. Но помните, мы видели примеры поста в Писании, где у человека был вопрос жизни и смерти. Люди постились, изливая Богу горе и тоску своего сердца. В других случаях неневитяне, помните, молились во время покаяния своего, сокрушения пред Богом. В Новом Завете церковь постилась тогда, когда нужно было особое водительство Духа Святого при выборе служителей. Также мы с вами говорили, что в Библии есть разные виды поста. Есть личный пост, есть общественный пост, есть всенародный пост, как это было в случае с Неневией, с Есфирью. Есть регулярный пост, есть когда мы совершаем пост каждую неделю. Может быть, в понедельник мы постимся по одной нужде, во вторник мы постимся ради другой нужды. В Писании мы находим абсолютный и частный пост. То есть, есть время, когда мы воздерживаемся полностью от пищи и от питья, есть время, когда мы воздерживаемся только от пищи, но воду можно пить. Все это, друзья, мы с вами изучали в прошлой проповеди. Если вы ее не слышали, пожалуйста, прослушайте. Там мы целый час говорили обо всем этом. Сегодня я хочу с вами посмотреть на сам наш текст Евангелия от Матфея. Я решил посмотреть на этот текст, анализируя три мотивации, которая руководит людьми тогда, когда они участвуют в посте. Я хочу на это посмотреть немножко шире. Не просто на пост, а на любое религиозное действие. На все, что мы делаем, друзья, мы всегда будем движимы одной из вот этих трех мотиваций, о которых мы сегодня поговорим. Есть человекоцентричная мотивация. Человекоцентричная, это означает, мы это делаем ради людей, чтобы люди видели нас. Фарисеи, мы видим этому очень хороший пример. Вторая мотивация, на которую мы посмотрим, будет самоцентричная. То есть я это делаю из своих интересов, из своей выгоды ради себя. И третья мотивация, которую мы увидим, это богоцентричная. Когда я это делаю, думая о Боге, желая угодить Богу, в поисках Его воли. И мы сегодня будем возвращаться с Матфея 6 главы в 58 главу Исаии и обратно. Как вы знаете, 58 глава Исаии – это самая насыщенная глава, наверное, во всем Писании, которая посвящена вопросу поста и молитвы. Давайте по порядку пройдем вот эти три мотивации во всем том, что мы делаем. Самая первая – это человекоцентричная мотивация. И поскольку мы говорим о посте, это человекоцентричный пост. Вы можете делать пост, молитву, любые другие религиозные действия и при этом быть движимы людьми, которые смотрят на вас. Кстати, когда мы говорим о посте, вот эта человекоцентричная цель – это противоположная вообще замыслу, замыслу поста. Вы помните, для чего был задуман пост? Для того, чтобы смирять душу человека пред Богом. Пост – это время смирения себя пред Богом. Это время, когда я по-особому хочу напомнить своей душе, насколько ей нужен Бог. И когда человекоцентричный пост переворачивает вот это с ног на голову, это огромное преступление против Бога, против того, что мы вообще делаем, потому что человекоцентричный пост, наоборот, не смиряет нас, а он ищет, чтобы поднять себя в глазах других людей. Он ищет себе славу. Посмотрите, именно это делали князники и фарисеи. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, за заметие Христос ясно показывает их мотивацию, чтобы показаться постящимися. И в 18 стихе он говорит, вы, когда поститесь, сделайте это так, чтобы показаться не перед людьми, но чтобы явиться пред Богом. Это вообще, друзья, очень-очень большая проблема. Я уже говорил, что здесь в 6 главе он затрагивает три сферы нашей религиозной жизни. Это дела милосердия, молитву и пост. И если вы заметите, во всех трех ситуациях он говорит, что христианство это то, что происходит между тобой и Богом. Это сугубо индивидуальное дело. Это хождение человека пред Богом. Тот, кто я есть, когда меня никто не видит. Вот это то, какой я христианин, друзья. Помните, я однажды, когда мы говорили о молитве, я показывал одну цитату. То, кем мы являемся тогда, когда мы дома, один на один с Богом на коленях, вот это то, кто мы есть, и не больше. Перед людьми мы можем себя показать больше, мы можем сказать о себе больше, мы можем создать впечатление на людей, но вы знаете, настоящий портрет того, кем мы являемся, это тогда, когда у нас дверь закрыта, никто нас не видит, и мы вот обнаженные стоим перед Богом. Духовно обнаженные. Там нет смысла впечатлять Бога, говорить Ему что-то, чего нет на самом деле. Он видит нас насквозь. Это удивительно, как мыслили фарисеи. Они абсолютно этого не поняли. Вспомните притчу, которую однажды Христос привел в пример, указывая на самоправедность иудеев. Помните, Луки 18 глава, там даже в контексте сказано, что когда Христос видел самоправедных людей вокруг, Он сказал вот эту притчу. Вы все хорошо ее знаете. Фарисей пришел в храм вместе с мытарем, и он молился так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь». И смотрите, где он находит вес своей праведности? Он говорит, «Я пащусь два раза в неделю». Два раза в неделю. Даю десятую часть. Он прибегает к своим делам милосердия. Очень интересно, что фарисеи постились ради людей. Так Христос им говорит, «Вы поститесь просто, чтобы впечатление на людей создать». Но когда дело доходит до оправдания, оказывается, что они постились не только для людей, а для того, чтобы заработать себе очки праведности перед Богом. И вот в самом посте люди думают о людях. Они пытаются впечатлить людей. Но посмотрите, как на самом деле фарисеи видели людей. Они унижали их. Он говорит, «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как они, грабидчики, воры, грабители, прелюбодеи». Вот что интересно, что этот же фарисей всех этих обидчиков, прелюбодеев, мытарей, пытался удивить только что своей религиозностью. Это, друзья, очень интересное явление у людей. Мы пытаемся впечатлить людей, на которых нам все равно. Очень часто есть люди, которых мы за них вообще don't care. Мы их не любим, они нам не важны, но мы все равно хотим их впечатлить. Это суть нашего греховного сердца. И вы знаете, друзья, если бы вы спросили фарисеев, почему вы поститесь два раза в неделю, они бы вам придумали очень религиозный ответ. Например, они бы сказали не два, вернее, не три, не четыре раза в неделю, а вот именно два. Потому что Моисей именно в эти дни, понедельник и четверг, входил и сходил из горы Синай для того, чтобы получить Божий закон. То есть это то объяснение, которое мы находим в иудейской традиции. Почему именно два раза в неделю, почему понедельник и четверг? Ну, потому что Моисей входил и сходил из горы Синай два раза, получал закон. И вы спросите, окей, а где здесь связь между постом и тем, что Моисей сходил с горы и восходил на гору? А никакой связи нет. Это тоже, друзья, что делают религиозные люди, они себе всегда придумывают правила и высасывают, как говорится, их из воздуха. Это официальный ответ, религиозный, праведный, но вы знаете, почему на самом деле фарисеи постились по два раза в неделю? Потому что в понедельник и в четверг был самый загруженный день на базаре. Там была ярмарка своего рода, люди собирались, и вот самое большое количество людей собиралось в городе именно в понедельник и в четверг. И как это было им выгодно именно в этот день взять пост, нарисовать унылые лица, усталые лица, посыпать пеплом свою голову и всем показать, что вот именно в эти дни они постятся два раза в неделю. Лицемеры, друзья, это очень неизобретательные люди. Что они делали? Посмотрите, в 16 стихе сказано «Не будьте унылые, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться постящимися». Это очень удивительно, друзья. Эти люди были больше озабочены тем, чтобы выглядеть постящимися, чем самим постом. Они пропустили всю суть поста. Кстати, у меня нет нигде доказательств, что это происходило так, но я не удивлюсь. И если эти фарисеи говорили, что они постятся, голодуют, но на самом деле они не голодовали. Ну, зная все, что мы знаем о фарисеях, это обманщики были, лицемеры. Я не удивлюсь, если они всем говорили «У меня сегодня пост, а потом пойдут где-то в клозете закроются и покушают». Ну, им ничего не стоит обмануть людей. Мы точно не знаем, если это было так или нет, но я не удивлюсь, если они уходили в такую крайность. Но главное, о чем Христос говорит, Он говорит, что им было важно сделать унылое, мрачное лицо. Когда мы не кушаем, у нас иногда меняется внешний вид. И вот они создавали впечатление, что они готовы идти на такую большую жертву. И вообще, некоторые источники, из которых я почитал, говорят, что, вы знаете, что мейкоп – это не современное изобретение. Мейкоп был и в то время, и даже, говорят, что было время, когда, возможно, фарисеи даже подкрашивали свое лицо, где-то мешки под глазами, они делали такой вид, как будто они такие усталые, голодные, бедные и печальные, мрачные лица, о которых здесь говорит Иисус Христос. Вы помните, какое слово Иисус Христос использует? Он использует слово лицемеры. И я уже говорил, что в греческом языке хупокритес означает актер, актер в театре. Это буквально. Там нету слова лицемер, там есть слово актер. И вот Христос использует слово, которое всем известно. Он говорит, это актеры. Актеры, которые играют в театр. Друзья, причина, почему Бог не умалчивает о таких деталях в жизни фарисеев. Помните, я в воскресенье говорил, что у нас в Библии находится все самое избранное. Здесь нет ничего личного, что Христос подумал, вот это было бы неплохо вписать. Нет. Сюда можно было вписать много чего еще дополнительного. Но здесь находится избранный материал. Почему Бог не умалчивает о таких деталях жизни фарисеев? Потому что Божье Слово, друзья, открывает для нас сущность людей, которые играют в религию. Безусловно, это касается в первую очередь нашего поста. Поститесь таким образом, вот как этот текст нам применить. Ну, конечно же, это касается нашего поста. Поститесь таким образом, чтобы для вас не было искушения показаться перед людьми. Я не знаю, насколько это актуально для нас с вами. Я не вижу никого из нас здесь подкрашенного, у которого мрачные лица, и которые ходят в понедельник и четверг и показывают всем, что они постятся. Может быть, это не будет прямым для вас применением, но здесь важно подметить, что это не значит, что если кто-то узнал о том, что вы поститесь или молитесь, это грех. Не об этом идет речь. Возможно, вы когда-то в целях поделиться благословениями поста кому-то расскажете, что у меня была очень хорошая практика, я хочу поделиться с тобой. В этом ничего не будет греховного, друзья. Если ваша мотивация будет действительно помочь этому человеку увидеть благословение поста. Суть в том, друзья, чтобы напомнить нам о том, что ваше греховное сердце, мое греховное сердце будет всегда нас тянуть к тому, чтобы просто быть актером перед людьми. Любое религиозное дело, служение, самое лучшее, что вы можете себе представить, даже такое святое дело, как молитву, дьявол все это извращает, и наше греховное сердце из этого сделает что-то человекоцентричное. Не исключено, что в церкви сегодня люди могут быть просто для того, чтобы искать похвалы от людей. Я думаю, мы должны согласиться с этим фактом. Церковное служение сегодня может быть местом, где люди просто самореализуют себя, показывают себя. В мире сегодня люди говорят, я пришел на других посмотреть, себя показать. Церковь может стать таким же самым местом. По крайней мере, друзья, я не знаю, как вы думаете, но есть причина, почему сегодня создалась целая культура, целый стереотип христианства, как сборище лицемеров. Я думаю, каждому из вас приходилось с неверующими людьми общаться, и вы хотя бы раз в жизни слышали такую фразу, я не пойду в церковь, потому что там просто собираются куча лицемеров. Конечно же, это несправедливо. Это несправедливо. В церкви далеко не все лицемеры, но откуда такой стереотип берется? Я думаю, что очень часто это просто как человек пытается найти себе извинения, он пытается найти причины, чтобы не идти в церковь, но где-то, возможно, это заслужено. В каких-то общинах, где-то, когда-то. Так вот, друзья, если человек надевает весь фасад и поет о том, что он любит Бога, исповедует, что он любит Бога, что он живет Христом и потом идет в мир и живет своей жизнью, как вы думаете, а зачем нужно было приходить в церковь и надевать на себя этот весь фасад? Ну, только одна причина. Наверное, он хочет показаться перед людьми, потому что, если бы он был последовательным в своих мотивах, он бы как и здесь, так и там бы жил Христом. Но по какой причине сегодня может быть такое, что человек пришел, поет о Христе, говорит о Христе, заинтересован в дискуссиях о Христе, только вышел за стены один на один, остался со своей машиной, со своей женой и живет, в принципе, вообще не думая о Боге, не пытаясь угодить Богу. Ну, причина одна в таком случае, если он пытается делать то, что он делает в церкви ради людей, чтобы показаться перед людьми. Поэтому, друзья, вот это актерство, о котором мы говорим сегодня, оно не настолько отдаленно от нас, как мы думаем. Может быть, нам кажется, что мы в посте так не поступаем, но я думаю, здесь есть место тому, чтобы пересмотреть обо всем остальном. Поступаем ли мы, делаем ли мы все искренне перед Богом? Истекает ли все, что мы делаем здесь, в церкви, в нашей христианской жизни, как результат наших отношений с Богом? Посмотрите, Захария, 7 глава, 5 стих, очень важные слова, как Христос однажды спросил израильтян. Очень откровенный вопрос. Захария, 7, 5. Скажи всему народу земли сей и священникам так, когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? Вот это очень такой, знаете, this is hard truth. Это очень-очень вопрос такой, который бьет в самую сердцевину, потому что явно эти люди много чего делали, но они это делали без личного осознания Бога, вне отношений с Богом, не для Бога и не перед Богом. Это было больше для людей сделано или для каких-то других причин. Это первый вариант мотивации для поста и вообще для религиозной деятельности, которую мы находим в нашем тексте. Человекоцентризм. Когда я надеваю актерство для того, чтобы впечатлить других людей. Вторая мотивация, я ее назвал самоцентричный пост. Самоцентризм. Безусловно, тогда, когда мы пытаемся создать впечатление на людей, мы движим эгоизмом, потому что мы ищем себе славы, но здесь речь идет немножко о другом. Здесь своя собственная выгода становится в центре всего, что мы делаем. свои собственные цели, моя собственная воля. И эту мотивацию мы не находим в 6 главе Матфея. Я хочу с вами пойти назад в Исаия, 58 главу. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Мы проведем немножко время в этой главе сегодня. 58 глава Исаии. Я прочитаю со 2 по 7 стих. Бог здесь критикует пост израильского народа. И посмотрите, что Он говорит им. Они каждый день ищут Меня. Каждый день. Они хотят знать пути Мои. как бы народ, поступающий правильно. То есть они строят из себя народ, который поступает правильно и не оставляющий законом Бога своего. Они вопрошают Меня о судах правды. Они спрашивают, Господи, как нам правильно поступить? Дай нам мудрости в этом вопросе. Господи, открой мои глаза. Вот помоги мне здесь правильно поступить. Они ведут себя, как те, кто желают приближаться к Богу. Третий стих. Некоторые даже спрашивают, почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. И вот Божий ответ, друзья, заметьте, очень важный ответ. Он говорит, вот в день вашего поста вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь только для того, чтобы потом вернуться к вашим ссорам и распрям, для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. То есть ваши молитвы, они, как мы говорим, до потолка. Почему? Потому что вы делаете вид, что вы хотите знать волю Божью, вы делаете вид, что вы здесь его ищете, но в вашем сердце вы озабочены сами собой. Он говорит, вы исполняете вашу волю. Пятый стих. В такой ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, Бог говорит, что мне просто нужно, чтобы человек потомил душу свою? Неужели, Он говорит, мне важно, чтобы вы просто поголодали, когда гнет голову свою, как тростник, чтобы вы просто сделали форму актеров, которые переживают, которые мрачные лица одевают и подстилают под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? То есть, Он спрашивает, неужели вы думаете, что вся суть поста вот в этом вот внешнем, что вы делаете? Нет, смотрите, шестой стих. Вот пост, который я избрал. Разреши, о кого неправда? Развяжи узы ярма, углетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, иди одень его, и от единокродного твоего не укрываясь. Друзья, Бог здесь не просто говорит, вы недостаточно участвуйте в социальном служении. Посмотрите, что Он говорит здесь. Он не говорит, что вам нужно просто пойти добрые дела поделать, накормить, кто там голодный, одеть нагого, и потом вы будете достойны, вы удостоитесь участвовать в посте. Не об этом идет здесь речь. Проблема израильского народа, друзья, которая вновь и вновь поднимается у пророков, это проблема эгоизма. У них проблемы, у них ссоры, распри. Они притесняют друг друга, они делают зло. Они активно вовлечены в то, чтобы обкрадывать друг друга, обкрадывать вот этих бедных, обкрадывать нагих. Исаия не просто так упоминает здесь голодного, скитающихся, бедного, потому что они делали противоположное. Они были настолько озабочены собой, что им было просто все равно на ближнего. В четвертом стихе, смотрите, здесь сказано, они дерзкою рукой убили других. Помните, в Исаии в первой главе сказано, что вы продолжаете все ваши жертвоприношения, вы ходите в храм, вы совершаете мне служение, а он говорит, ваши руки полны крови. Вот это была проблема, друзья, израильского народа. Речь не идет о том, что они мало делают социального служения. Речь не идет о том, что они делают полностью противоположное, и им нужно перестать угнетать ближних. Им нужно перестать обкрадывать друг друга. Они приносили жертвы. Удивительно, что они участвовали в добровольных постах. Вот это, друзья, представьте, насколько нужно быть лицемерным и вообще слепым к себе. Явно там, ладно, храмовое служение. Можно спросить, зачем ты живешь в грехе, явно игнорируешь Божью волю и совершаешь еще храмовое служение? Они скажут, ну, нужно, Бог заповедал так, это закон. Нужно правила соблюдать. Окей, здесь еще как-то можно понять. Но пост, он нигде не прописан. Зачем? Это же чисто добровольное дело, которое человек говорит, я вот из, просто вот с благодарностью Богу, в поисках особой близости с Богом. То есть, они идут на ступень дальше лицемерия, и не просто закон соблюдают лицемерие, а они коммуницируют, что я настолько люблю Бога, что я что-то добровольное делаю, и делаю это в изобилии. Посмотрите, первый стих. Они каждый день ищут меня, каждый день хотят знать пути мои, и при этом они игнорируют самые очевидные сферы открытой и всем известной Божьей воли. Нельзя сказать, что они не знали, что нельзя притеснять угнетенного. Они прекрасно это знали. У них были разорваны отношения друг с другом, они жили в ссоре, они жили в разногласиях. Он говорит, вы спаситесь только, чтобы возвратиться к вашим раздорам. Игнорируя самые очевидные сферы открытой и известной воли Божьей, эти люди продолжали участвовать в религиозной деятельности. Друзья, это совершенно не новое явление и нет ничего нового под солнцем. Как часто мы можем с вами искать волю Божью в одном, делать вид, что, Господи, мы хотим знать Твою волю, а здесь, как мы говорим elephant in the room, здесь куча, ряд событий, которые мы просто игнорируем в нашей жизни. Здесь неразрешенные вопросы отношений, здесь ссоры, здесь обиды, здесь конфликты, здесь ряд событий, в которых я пошел против своей совести, но вот, Господи, я сейчас не хочу вот сюда смотреть, я вот просто вот Ты мне здесь свою волю открой. Это очень, друзья, известно многим людям. Мы можем вопрошать Бога в вопросе брака. Вот я вам приведу один очень известный пример, который меня всегда поражает. Двое молодых людей. Допустим, вот приведем банальный пример с молодежи. Я помню, я был одним из них, чтобы никого не осудить. Ты живешь, и ты изо дня в день вообще волю Божью как-то не ищешь. Живешь для себя, с собой, исполняешь свои желания, свою волю, ты самоцентричен. Потом тебе нужно жениться. И вдруг у тебя просыпается, слушай, нужно же волю Божью искать в браке. Вот почему-то вообще в жизни здесь было до воли Божьей, как говорится, до лампочки. Вообще, здесь не вопрошал. Вот живешь изо дня в день, хоть бы раз спросил, Господи, как ты хочешь, чтобы я работал? Какая твоя воля в послушании родителям? Какая твоя воля в отношении к людям? Какая воля для меня на дорогах, как я езжу? Во всех сферах жизни у Бога есть для нас воля. Но как часто, как часто мы игнорируем волю Божью в ежедневных, обычных вопросах, и только когда доходит дело до каких-то глобальных решений, как вот искать спутницу жизни, мы приходим и вопрошаем Бога о браке. Так вот, когда вы смотрите, друзья, на израильский народ, в большинстве случаев они отступали от Бога, и Бог посылал на них засухи, Бог посылал на них проблемы всякие. В книге Второзаконии, помните, Бог даже ясно говорит, что придет ряд проклятий на вас, если вы не будете жить в Моисеевом законе. Однажды Бог Соломону, помните, он предсказывал будущее этого народа и сказал, что я буду на вас посылать засуху, буду дождь заключать, небо закрывать, пошлю язву, пошлю саранчу, но среди всего этого он говорит, если мой народ обратится ко мне, который носит мое имя, смирится, обратится от злых путей своих, я услышу с неба, прощу их грехи и исцелю землю. Вы знаете, что народ Божий делал на протяжении большинства Ветхого Завета, он игнорировал обращение к Богу. У них была куча проблем в жизни, но они говорят, Господи, ты реши нашу проблему. Им уже дан blueprint, он говорит, если народ смирится, я исцелю. Они говорят, не-не-не, мы этот вопрос не хотим решать, мы хотим, чтобы ты сейчас нас услышал по отношению к этому вопросу. Так вот, друзья, в 58 главе народ находится в сложных обстоятельствах. Они думают, давай-ка мы просто Бога забросаем своими постами, давайте ему еще больше будем приносить жертв. И они говорят, Господи, ты что нас не видишь? Ты что не слышишь? Мы тут разрываемся. И Бог говорит, вам нужно решить коренную проблему. Бог уже открыл им свою волю, я повторю эту мысль, друзья, Бог уже им сказал, что им нужно сделать. Они хотят это обойти стороной, ожидая ответа с небес вот в этом вопросе. Игнорируя свои распри, ссоры, отношения с людьми. В 13 и 14 стихе 58 главы сказано, что они игнорировали заповедь субботнего дня, который был установлен для того, чтобы они смотряли души свои. Это, друзья, самоцентричный пост. Тогда, когда человек чего-то просит у Бога, а думает не о Божьем, Божьей воле. Божья воля его совершенно не интересует. Она ему нужна ровно настолько, насколько она помогает ему осуществить свои похоти, свои желания. Вот как вы думаете, что делает человек молодой, который вот изо дня в день ему дело нет до воли Божьей, а вот когда нужно жениться, он говорит, хочу волю Божью знать. Как вы думаете, чем мы движем? Ну, явно не поиском Божьей воли. Просто его научили, ему родители сказали, что в браке будет благословение, только если это будет воля Божья. И вот почему он вдруг проснулся и думает, надо волю Божью искать. А зачем мы? Чтобы преклониться пред Богом? Нет, чтобы мне было хорошо, чтобы получить благословение. То есть, это самоцентричная мотивация. Написано, друзья, 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Подумайте, воля Божья и есть освящение ваше. Вот как мы можем игнорировать открытую, явную волю Божью в нашем ежедневной, нашей жизни? Подумайте, сказано уже, вот есть то, что сокрытое, а есть открытое. Открытое это что? Воля Божья и есть освящение ваше. Воля Божья в том, чтобы каждый из его детей преобразовывался в образ Христа, чтобы мы духовно возрастали. Для этого нужно посвятить себя личному изучению Писания, молитве, общению с Богом, самодисциплине, благовестию, ученичеству, духовному формированию других верующих. И вот очень часто это освящение игнорируется, убирается в сторону, это не приоритет. И человек вместо этого даже не просто это не преследует, а он вместо этого идет в обратную сторону, он питает себя интернетом, ютубами, социальными сетями, развлечениями, тем, что вообще не помогает освящаться. Но когда дело доходит до брака, когда дело доходит до какого-то большого глобального вопроса, он говорит, Господи, яви мне Твою волю. Явно, такие люди не хотят, не ищут волю Божьей ради воли Божьей. Они ищут волю Божьей просто ради самовыгоды. Дорогие друзья, это только один из примеров. Я сейчас сказал про, просто привел в пример молодую пару, но мы взрослые имеем такую же самую с вами слабость. Мужья дорогие, вы знаете, какая воля Божья по отношению к вам? Чтобы вы были пастырями ваших жен и ваших детей в ваших домах. Писание не говорит, где вам работать, сколько денег зарабатывать, как проводить детали свободного времени, какие хобби иметь. Нет. А вот то, что Писание открыто говорит, это то, что каждый муж был создан Богом для того, чтобы быть священником в доме. Это очень ясно сказано. Мужья, любите своих жен, как Христос церковь, а Христос прежде всего заботится о том, чтобы церковь была чиста и непорочна. Отцам Бог повелевает участвовать в духовном формировании своих детей, учить их, проводить с ними беседы. И вопрос, сколько в среднем отец проводит в беседе со своими детьми? Со своей женой? Просто о ее сердце. Это очень практические, друзья, вопросы. Мы можем игнорировать волю Божью в ряде вопросов и потом только, когда кризис, горе, тупики в жизни приходить к нему. И вот там, друзья, нужно спросить, а может есть ряд неразрешенных вопросов, которые мне нужно решить? Может быть, у меня есть 1 Петра 3.7, помните, где сказано, что мужья выставляют перед собой огромные барьеры, препятствия в молитвах, пренебрегая своим женам. И очень часто мужья не понимают, почему Бог молчит, почему только до потолка, почему у меня нет желания читать Писание, может быть, у меня вообще нет вдохновения никакого. Окей, нужно спросить, а где, может, я игнорирую ряд воли Божьей, которую я уже знаю? И я хочу просто это в сторону убрать и перейти к следующему этапу. Друзья, черткаты в духовной жизни не существуют. Самоцентричный пост, самоцентричные молитвы, это молитвы, в которых человек думает больше о себе, чем об искреннем поиске Божьей воли. Иакова 4.3, посмотрите, сказано, просите и не получаете, потому что просите не на добро, не потому что вы реально хотите добро получить, не потому что вы ищете Божьей воли, а потому что вы просто хотите употребить это для ваших вожделений. Это очень-очень важный принцип, друзья. Он наблюдался в Израиле постоянно, они хотели обойти эти острые углы, они во время поста исполняли волю свою и потом спрашивали, Господи, почему ты не слышишь? Дай нам Бог, друзья, чтобы мы всегда помнили, что это опасность каждого греховного сердца. То, что вы знаете, придите домой, мужья, жены, братья, сестры, все, и выпишите, подумайте, сколько вы всего знаете и как много вы из этого просто игнорируете. И сделайте анализ, почему вы не можете продвинуться на следующий этап вашей духовной жизни. И третий, третий подход к посту, третья мотивация, я назвал это богоцентричный пост. Богоцентричный пост. Есть человекоцентричный, где мы просто актеры перед людьми, есть самоцентричный, там, где мы исполняем волю свою и нам нет на самом деле дела до воли Божьей, и есть богоцентричный. Вот это единственный правильный подход, где мы реально ищем Божьей славы, где мы реально хотим узнать Бога и соприкоснуться с Ним. Посмотрите, что Христос говорит во второй части нашего текста. 17 стих. «А ты, когда постишься, помашь голову твою, умой лицо твоё, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который втайне». Он говорит, нужно милостыню давать втайне, нужно молиться втайне и нужно пост совершать втайне. это между тобой и Богом. И вот тогда Отец твой, видящий, тайное, что он имеет в виду здесь, он не говорит, он не против публичного материального служения, он не против, если мы публичного церковью договоримся пост сделать, он не против, если мы вместе молимся в группах, друзья, не об этом идет речь, но он говорит, что каждый индивидуально должен это совершать между им и Богом, осознанно думать, что это я сейчас перед Богом делаю, а не перед людьми, даже если мы что-то делаем все вместе. В противовес тому, что делали фарисеи, которые специально строили из себя страдающих, мрачных людей, Христос говорит наоборот, если вы поститесь, приведите себя в порядок. Приведите себя в порядок. Когда мы говорим вот эта фраза нужно помазать голову, мы сегодня уже не мажем голову елеем, как в то время делали, они использовали елей для самых разных причин, сегодня мы пользуем шампуни всякие, мы пользуем мыло, духи, гели, крема всякие, то есть вот это эквивалент. В то время тоже, вы знаете, что это не был каменный век, люди использовали какие-то помазания или какие-то елеи для того, чтобы тоже надухарить себя, чтобы привести себя в порядок, для кожи там были специальные елеи. Даже были специальные, я уже говорил, мейкап, которые сестры тоже и тогда использовали, чтобы прикрыть какие-то несовершенства. Суть в чем, друзья, суть в том, что не нужно из себя сделать вот как бледных людей, чтобы показать, что я весь день не ел. Он говорит, ноу, идите, умойте ваше лицо, помажьте себя елеем, приведите себя в порядок, причешитесь, выглядите красиво, так, чтобы люди даже не заподозрили, что вы участвуете в посте. То есть, пускай у вас будет все так, как обычно. Еще раз повторю, речь не идет, что если кто-то узнает, это грех. Речь идет, чтобы мы убрали все искушение похвалиться своим постом. И даже если об этом посте никто не узнает, нам нет разницы, нам нет никакой разницы, потому что Бог знает, и этого достаточно. И посмотрите, что сказано в конце 18 стиха. Если вы будете так поступать, если вы будете окей с тем, что Бог знает и люди не знают, тогда вот это тайное Бог увидит, и Он воздаст тебе явно. Как же Бог воздаст нам за правильный пост? Не знаю, если вы когда-то задумывались об этом. Кстати, Он говорит то же самое и про молитву, про милостыню. Отец, видящий тайное. Тайное это искреннее, это настоящее. Это то, что мы делаем из искреннего сердца. Как же Бог нам воздаст? В чем же награда всего этого? В нашем тексте этого не сказано, но я хочу вернуть 58 главу Исаии, чтобы показать, какие будут последствия, какая будет награда вам за то, что вы будете культивировать личные отношения с Богом и будете ходить перед Ним. Вот посмотрите, 58 глава Исаию, откройте со мной, пожалуйста, возвратитесь в ваших Библиях в Старый Завет. Я хочу прочитать с 8 по 14 стих. Довольно-таки большой отрывок, поэтому важно, чтобы вы следили. Я вот здесь отметил желтым, он говорит, вот если ты поменяешь свое отношение к посту, если ты поймешь, для чего ты это делаешь, ты будешь не свою волю исполнять, а Божью волю искать, и решишь все свои проблемы с людьми, ссорой и так далее, угнетение, посмотрите с 8 стиха, тогда откроется, как заря свет твой, исцеление твое скоро возрастет, и праведность твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя, тогда ты возовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды своей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень, и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад, как источник, которого воды никогда не иссякают. 12 стих, и застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения, если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихотей твоих в день святой мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господнем, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, смотрите, 14 стих, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова Отца твоего, уста Господни изрекли это. У нас нет времени разбирать тут каждое слово, друзья, здесь очень много метафор, явно, что когда он говорит, что ты будешь как сад водой наполненный, вы понимаете, это все метафора, это все аналогии, вы будете как дерево посаженное при потоках вод и так далее, но я хочу отметить просто несколько вот этих благословений, я их здесь сгруппировал, посмотрите, самое первое это светоисцеление, светоисцеление, тогда, когда человек начинает игнорировать Божью волю открытую, заглушая голос Божий, его жизнь наполняется темнотой, это тоже своего рода метафора, он становится жить как слепой, знаете, который не знает куда ему идти дальше, давайте вспомним Давида, который предстал перед Анхусом и можем сказать он просто в темноте жил, он заврался, он уже здесь пошел на компромисс, здесь пошел на компромисс, и он как во тьме, он не знает что его дальше ждет, он в страхах, он в переживаниях, вот это, друзья, метафора тьмы, если вы будете игнорировать волю Божью здесь, 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 тогда, когда нужно ее будет искать здесь, вы будете во тьме, вы не сможете ее познать, у вас не будет просвета, у вас будут одни проблемы, но вот у верных Богу христиан, они тоже переживают сложные ситуации в жизни, тоже моменты скорбей, но у них есть просвет, у них есть светлый взгляд в будущее, они окончательно не разочаровываются в Боге, они не сдаются, у них есть источник света, также исцеление, о котором он говорит, возможно, для некоторых это исцеление от болезней, для некоторых это физическое исцеление, для кого-то это эмоциональное исцеление, наши души становятся очень сильно ранены, когда мы продолжительно живем вне воли Божьей, вот оно, друзья, видящее тайное, если вы будете искренне поступать с Богом, помните, Бог говорит, что с искренним он поступает искренне, и он воздаст вам даже вот такими вещами, второе, ты будешь иметь Божье водительство, защиту, присутствие, люди, которые постоянно идут на компромисс с Божьей волей, которые не ищут ее изо дня в день, они не смогут познавать, что есть воля Божья, им будет очень сложно иметь мудрость, как поступить здесь, или здесь, или здесь, посмотрите, в вашей Библии в восьмом стихе сказано, что слава Господня будет тогда сопровождать тебя, это опять же, это метафора того, что Господь будет рядом с тобой, Он будет как щит охранять тебя со всех сторон, Он будет вести тебя, Он будет направлять тебя, Он будет давать тебе мудрость, В 11 стихе сказано, что Господь будет вождем твоим всегда, Бог будет вести тебя по жизни. Третье, что мы видим здесь, очень интересно, я это назвал так, восстановление Божьего характера в детях и семьях. Восстановление Божьего характера в детях и семьях. Посмотрите, как в 12 стихе сказано, у тебя будут изменения в семье, в твоем потомстве. Ты восстановишь основание многих поколений. Это очень интересная фраза. Он говорит о том, что есть уже поколения целые, которые живут вне Божьих оснований, без Божьих принципов. И вот если ты поймешь, что нужно перед Богом ходить везде и всегда, ты восстановишь основание всех тех бывших поколений. Вы знаете, сегодня в некоторых христианских кругах есть очень много разговоров о родовых проклятиях. Может быть, вы слышали. На всяких разных конференциях ездят и говорят, мы сейчас будем отрекаться от родовых проклятий. Мы сейчас будем разрушать родовые проклятия, рвать оковы родовых проклятий. Это такая очень сильная формулировка, она звучит очень как-то мистически и духовно. Но на самом деле, что они имеют в виду? По сути, это просто образ жизни, плохие привычки, безбожный менталитет, который часто передается из одного поколения в другое. Это никакие не родовые проклятия, это просто законы, реально, которые работают. Если твой отец постоянно был гневливый, скорее всего, как сын, ты видел портрет своего отца, и ты вырастешь, и ты тоже будешь гневливым человеком. Если твой отец ни во что ставил мать, постоянно кричал на нее, скорее всего, большая вероятность, что ты тоже выйдешь, и будешь женишься, и будешь точно так же поступать со своей женой. Если вы как родитель, вы не любите Писание, вам не важна церковь, угадайте, что будет с вашими детьми. Они еще меньше будут любить Писание и еще меньше видеть важность в церкви. Это очевидные вещи, друзья. Атмосфера в наших домах формирует наших детей. Это никакие не проклятия, как некоторые называют. Это просто очевидные законы, которые работают в семьях. Теперь, а как же победить это? Как разорвать вот эту вот цепочку всех этих безбожных привычек? Очень просто, друзья. Если твой отец так поступал, ты не поступай. И ты прервешь вот эту вот цепочку. Твой дед так поступал, твой прадед так поступал, а ты не поступай. А ты поменяй свое. Ты стань тем поколением, которое прекратит это зло. Пускай в твоем поколении эмоциональное насилие детей прекратится. Пускай в твоем поколении твои дети, наконец, увидят силу настоящего христианства. Может быть, ты вырос в семье, где уже в четвертом поколении растут ДВР и религиозные лицемеры. Окей, ты стань тем поколением, чтобы ты это детям не передал. Может быть, ты уже наконец-то по-настоящему Бога познал. И ты можешь возвратить основания вот этих вот прежних поколений. Вот об этом идет речь. Дело в том, что в Израиле это было очень ясно видно, каков отец такой сын. В основном. Да, были исключения, всегда есть исключения, друзья. Божья благодать делает исключения. Но, как правило, каковы родители, дети еще хуже. Как этого достичь, друзья? Для этого не нужно посещать какие-то конференции, на которых рвут оковы родовых проклятий. Для этого просто нужно самому, как родителю, искренне любить Бога и искать Его волю в своей жизни. И вы детям передадите другое, чем то, что вам передали ваши родители. Последнее, что я вижу здесь, как вам отец воздаст явно, результат искренней жизни с Богом, наслаждение радостью в Господе. Посмотрите, в вашей Библии еще раз в 13 стихе сказано, «Если ты будешь соблюдать мои постановления в субботу, если удержишь свою ногу от того, чтобы ходить, куда не нужно, работать в субботу, если ты сделаешь то, что Бог просил сделать в этот день, смирять души, не заниматься никакой работой, то посмотрите, в 14 стихе сказано, «Ты будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли». Опять же, применение здесь для нас разное, друзья. Это был текст, написан для израильского народа в том поколении, там у них были свои проблемы. Суббота сегодня в Новом Завете уже не является заповедью, она недействительна. Но это не означает, что принцип, который был заложен в субботу, он отсутствует. Принцип в субботе был очень-очень хороший, друзья. Суббота была дана для того, чтобы человек смирял душу свою. Как смирял? Каким образом работает смирение в субботе? Тем, что он, так бы он работал 7 дней в неделю и уповал на свой заработок. Нужно работать, нужно работать, нужно еще больше и больше работать. А так он говорит, нет, я один день, как минимум в неделю беру выходной. Освобождаюсь от работы и доверяю, что Бог обо мне позаботится. Кто-то скажет, так подожди, ты же за один день потеряешь столько денег. It's ok. Я доверяю, что Господь обо мне позаботится. Вот он принцип субботы, друзья. В этом вся была суть того, что Бог говорит, это ваше доверие мне. Если человек не соблюдает субботу, если у него нет ни одного дня в неделе, где он просто отдыхает, где он смиряет свою душу, тогда этим он говорит о том, что его жизнь зависит от работы, а не от Господа. И опять же, друзья, я понимаю, что в наше время безвыходная ситуация есть. Люди могут работать в воскресенье. Но я же говорю, что здесь важен не сам день, важен принцип. Если вы берете выходной, в основном мы воскресенье берем, нам это удобно. Выходной день. Но я знаю, что есть безвыходные ситуации. Ну, у тракистов наших, например. Я знаю, вот нужно ехать в воскресенье. Ничего страшного. Не думайте, что вот этот такой закон медиан-перцев только воскресенье. Этого прописанного нет. Да, мы берем воскресенье, но сама суть должна быть, что у нас должен быть хотя бы один день в неделю, где мы отключаемся, где мы отдыхаем, где мы по-особому погружаемся в размышления о Боге, в служение, в собрание церкови. И заметьте, друзья, как результат всего этого будет радость в Господе. Радость в Господе. Меня это поражает. Большинство людей очень часто думают, что если я буду исполнять Божьи законы, они сделают меня несчастным. Мы недавно с молодежью на ретрите. Был очень интересный вопрос. Почему мне так сложно исполнять Писание? Почему мне так сложно исполнять Божьи заповеди? Друзья, я скажу почему. Потому что вы думаете, что Божьи заповеди сделают вас несчастными. Вы больше доверяете себе, своему инстинкту, своими чувствам, потому что вы себя убедили, что Божья цель просто поставит вас в рамки. Божья цель просто забрать у вас радость, забрать у вас наслаждение, обременить вас законом. Это совершенно не так. Когда вы читаете Писание, книга Второзакония, Бог говорит постоянно, что соблюдайте эти заповеди, чтобы кому было хорошо? Богу? Нет, Он говорит, чтобы вам было хорошо. Чтобы вам было хорошо. В этих заповедях жизнь ваша. Друзья, мы думаем, что игнорируя Божьи ограничения, мы сами знаем, как сделать себя счастливыми. Но посмотрите, во что превратился этот мир, который сказал, мы сами разберемся. Но посмотрите, сколько несчастных людей. Бог говорит, я знаю, как я сотворил вас. Вы должны зависеть от моих заповедей. Вы должны идти по моим рельсам. Люди говорят, нет, мы сами разберемся. И к чему мы пришли? Сколько поломанных судеб, несчастных людей, войн, горя, скорбей, самоубийств. А все потому, что люди думали, что если я буду Божьи заповеди исполнять, я буду несчастный. У нас на молодежном ретрите был очень хороший пример. Вы знаете, что поезд был создан, он был задуман для того, чтобы ехать по рельсам. Как вы думаете, рельсы ограничивают поезд, куда он может ехать, куда он не может ехать? Ограничивают. Но поверьте, рельсы нужны поезду. Давайте найдется у нас умник, который скажет, а давайте, вот рельсы не нужны, давайте их выбросим. Что будет с поездом? Ну, далеко он не уедет, скажем так. Почему? Он был задуман ехать по рельсам. И вот почему Бог говорит, мои рельсы, мои заповеди, это чтобы вам было хорошо. Если ты будешь по им жить, у тебя будет радость настоящая. Поэтому, дорогие друзья, дорогие дети, вот сегодня у нас есть дети в церкви, у нас библейской школы нет. Друзья, хотите быть счастливыми? Вам надо одного, искать Господа, искать Его заповеди, искать Его законов и жить по Ним. Искренне ищите Его, один на один, стройте с Ним контакт. Ходите не перед вашими мамой с папой, ходите между, перед Богом, один на один. И вот Отец ваш, видящий тайное, Он воздаст. Пускай Господь нас благословит, друзья, искать такие взаимоотношения с нашим Господом. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Господи, мы благодарим за этот вечер. Благодарим, что сегодня Ты показываешь, Ты вскрываешь тенденции нашего греховного сердца. И даже в самых лучших действиях, такие как молитва и пост и милостыня, наше греховное сердце все это искажает и очень часто делает просто для самопохвалы, ради каких-то своих целей. Господи, я прошу Тебя, чтобы Ты помог нам быть очень честными самим собою, чтобы Ты всегда напоминал нам о том, что нам нужно искать Твою волю во всем. Каждый день, Господи, у Тебя есть для нас воля во всем. И если мы систематично игнорируем ее в одной сфере, во второй сфере, в третьей сфере, нам очень сложно будет эту волю увидеть в четвертой сфере. Господи, порой нам будет казаться, как израильскому народу, что мы тут постимся, а Ты не слышишь. И Ты был милостив к ним, Ты напрямую им сказал, в чем была их проблема, что они игнорировали, что они в день поста исполняют свою волю, что они в день поста ненавидят друг друга, а не в день поста хотят убивать друг друга, ненавидят друг друга. Господи, помоги нам увидеть, в чем наша проблема, где мы порой игнорируем очевидную волю Твою, которую Ты прописал в Своем Слове. Помоги, Господь, чтобы мы были искренни с Тобой, чтобы мы видели Твои пути и чтобы мы не пытались брать какие-то short cuts в нашей духовной жизни, чтобы мы не срезали углы, чтобы мы понимали, что третья ступень недоступна нам тогда, пока мы не пройдем вторую ступень. Благослови нас в этом, Господи, чтобы мы действительно получили вот эти благословения от Тебя, которые Ты обещаешь, чтобы наша жизнь была наполнена светом, исцелением духовным, эмоциональным, порой даже физическим, чтобы, Господи, у нас Ты был всегда с нами рядом, чтобы слава Твоя сопровождала нас, чтобы Ты был нашим защитником, чтобы Ты ввел нас, чтобы радость у нас была совершенна, Господь. Ты дал нам свои заповеди, Ты дал нам свои постановления, не для того, чтобы сделать нас несчастными и каким-то под бременем закона, но чтобы освободить нас от наших похотей и указать нам на правильный путь, для которого мы были созданы. Благослови нас в этом, Господи, нуждаемся в Тебе, пускай через это имя Твое прославится. Аминь. Благословения всем, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...